мы приехали на бархан очень ветрено и очень жарко почти по 40 мои все остались в машине я пошла немножко с гидом пройдусь хочу вам показать и мы поедем потому что они прям реально вот так вот реально красному все краски вот она еще одна уникальность огромнейший бархан песчаны там прямо от реально пустыни сахары только формате дагестана она ушла он горячий еще чуть-чуть а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще у нас осталось официально по нашему путешествию 3 дня в Махачкале 3,5 Ребят у нас некоторые уезжают 21 Мы решили остаться В общем, мы второй день без экскурсий Потому что поразила нас падучая болезнь в виде пуков и верхних пуков Потихоньку все оклемываемся Но еще не до конца Благо с собой врачи И благо с собой наши БАДы Потому что без этого мы бы вообще не оклемались Сейчас такой малой группой Дима остался с мелкими детьми А мы поехали с девчонками С последним мурчиной На рынок У нас он входил в программу С гидом Но сейчас мы едем сами Пока у нас не решен вопрос с возвратом денег За неиспользованные 3 дня Это в принципе не маленькая сумма 42 умножьте на 3 120, 126 тысяч Вот Решаем этот вопрос Надеюсь благополучно хотя бы вернуть половину Обещали точно вернуть 42 По остальному пока непонятно Имейте, пожалуйста, эти моменты в виду Что местные говорят С водой здесь плоховато И практически всех туристов поражает падучая болезнь В плане диареи, рвота и прочего Мы поехали Все, что на рынке будет, покажем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что мы заезжали по пути Второй этаж тряпки Я помню А ты все узнала? У нас водитель был как гид Да ладно Этот гостиница Ленинград построена в таком-то году Самое высокое здание Махачкалы Это гостиница Каспий Это проход на... Это туда Телтральный пляж Это Тотар Так, на втором этаже шмотки отлично Нам надо девкам шляпы Иркиным А я хочу платье с длинным боковым У тебя наличка есть? Да, есть Мы не нашли где Ну, кстати Да, мы за те же деньги покупаем Где? На Зонди заказывает кофе Ну вот обычно мы берем такой зеленый И в зернах вот из этой серии Такой восточный базар С кучей-кучей всего Да, в принципе, как и любой южный рынок Да? Специями запахло, да? Вот ты про специи говоришь Я привозила из Анапы Когда мы осенью были Не в банках А мужик расфасованный С стаканчиками продавал Вот по стаканчику Еще не закончились Но у них никто не завелся Вот и я тоже по стаканчикам С стаканчиками, да? А я все равно завелся Потом еле выводились Сладости, сладости Саша, Саша Саша, Саша Саша, Саша Сладости Так, Ира сказала Чтобы он с половиной рынка В гостиницу не приезжал Она всех не пустит Моли, я не могу Я все ягодные хочу Ты тоже ягодная душа? Я гранат хочу Мы сейчас с тобой ягод наберем И нажремся Ну мы по чуть-чуть поедем Вишня, шпанка Ой, а клубники сколько? Мать божья С учетом того, что у нас ящик Перси, ящик абрикосов Еще ящик черешни Абрикосы для меня слишком сладкие Я че не до цвета Подписываю 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 Да, и че Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы зашли в крытую часть рынка Здесь уже куча овощей Ой, ну конечно здесь голодным не останешься Попой ешь Пошли искать шляпы Всем Здесь все вперемешку Рынок такой миксовый Прям классический рынок Помнишь, как же еще был с этих строительских рынок? Ну найти, наверное, можно все подряд Пойдем Что найдем, покажем Куча специй Кругом фрукты, 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 овощи Прям на каждом углу Идем искать дальше Не надо пугаться моей штуки Не надо пугаться моей штуки Они уже привыкли, что здесь люди с камерами ходят Ну да, мы, наверное, вышли отсюда С рынка, да? О, мне кажется, и у нас это У нас с едой у всех пока проблемы Да? Есть никому особо не охота Слушайте, знаете, вот Но Дима же все равно это, я надеюсь, вырежет В Дрестуне есть плюс Жрать не сильно охота И значит, мы не приедем кабачками У меня тоже джинсы, слава, ладно? У родцева это писать Оля, ты так не умеешь Блин, пекистанская вода Пошлите сюда, может, здесь какие-нибудь Саня Так, здесь мужские Почему? Мясо Мясо прям без холодильника Так, нашли одну шляпу на Надю Идем искать дальше Может быть, сейчас еще кому-то шляпу найдем Нет Спасибо Такое это Платье светлое с длинным рукавом без рисунка Так, ну что, мы прошли практически весь продуктовый рынок Куча всего Смутило меня то, что мясо и рыба продаются без холодильников Поднялись на второй этаж Здесь условно вещевой рынок Потому что надо купить еще шляпы Но что-то особо пока нету Местные очень боятся, что их снимают Поэтому Если кто-то едет по тревел-блог писать Пожалуйста, имейте это в виду Конечно, не агрессивно Но ворчат По этому поводу Довольно-таки Громко Полицию видели только один раз Нам рекомендовали одеть маски Ну, в принципе, и все Хотела купить себе Какое-нибудь хорошее хлопковое платье С длинным рукавом Чтобы можно было в жару ходить у себя Но, увы Только прям Э-э-э Вот такое Так, ну что На рынок мы сходили Купили фруктов И купили две шляпы Честно, больше взять нечего Урбечку боялись брать Заводского урбеча не нашли Но рядом с гостиницей Магазин, где можно взять урбеч Очень приветливые мальчишки стоят Мы спросили точный адрес Чтобы вызвать такси Нам как бы все подсказали На рынке все без масок Ну, в принципе, тоже Про то, что местные боятся, чтобы их снимали Это я вам сказала Но антисанитарей, конечно, на рынке прям Ребят, приличное Поэтому вот Что есть, то есть Вы знаете, что я врать не умею Мясо, рыба вся без холодильников От злого совсем Зелени много Крупов, овощей тоже Ценник, в принципе, как везде по России Кубника 300 рублей Малина 300 рублей Шелковица 250 рублей Черешня в районе 250 180-300 Мы взяли по 300 огромную Ну и, в принципе, все Детям стало плоховато Мы с собой брали старших От запахов Мы поскакали в гостиницу Так что на рынке мы были На минут 30 от силы Платье, какого я хотела Не нашла Ребят, всем привет Сегодня 20 июня С днем медиков Всех медиков У нас там В соседнем номере Два медика Завтра остаток нашей группы Разъезжается Девчонок отправляем Одно в 4 часа А другое в 12 дня То есть через день Через сутки Не поехали мы сегодня в Дербент По плану был сегодня Дербент У нас Малой Один из малых Юльча Ночью тоже свалилась В общем По чесноку Если бы не Наши врачи Это раз Наши партнеры И не наш продукт Мы бы наверное здесь Здравствуй Дристос Окончательно был бы Местные говорят Что это вот Ну первый раз Такой мы такого Не наблюдаем Но Дима пришел В аптеку За лапирамидом И ему сказали Лапирамид у нас Разбирают просто За 5 минут Как только его привозят Это значит Что дрищут везде Переезжаем в другие номера Завтра Ребята к нам Сюда в номер Переезжают В тюмень наш Набиумфа А мы А же в двухэтажный Но это покажем завтра В общем Какие планы сегодня Дима увез девчонок В магазин с сувенирами Он там уже был Вам покажут позже Что он купил Какую красоту Я тоже хочу съездить Но чуть попозже Потому что Ребятишек Всех кучи не оставишь Надо кому-то Из взрослых еще оставаться А вот Потом мы обедли В море Море сегодня дикое Что ты хочешь Знаете Сейчас Перевернусь Что тебе надо Эти Да Покажи что пьешь Витаминно Так Это витаминно-минеральный комплекс Натуралка Грубая еда А это иммунитет Да там еще 2 капсулы Формулы 3 антиоксиданта То есть Без этого Здесь никак И вечером У нас Будет Праздничный ужин У нас ребят Сюрпризы приготовлены Блин Не знаю Куда Дима спрятали Я бы вам показала Вы посмотрите Потом В общем Вот такое Аж Дима Приготовил Вот так Ну Пока на текущий момент Что могу сказать Здесь интересно Здесь в принципе Доброжелательные люди Ну моменты есть То есть Для себя я пришла к выводу Что если вы едите группой То только договоры Договоры с гидом Договоры с туроператором Договоры с гостиницей Все должно быть прописано Заранее уточнять По питанию Что входит Там условно Условия стирки Глажки и так далее Потому что все эти моменты Бытовые Из них складываются У меня большого опыта Вывоза группы не было ни разу Максимум Мы уезжали пятером Это мои дети И бабушка Димина Мама Я говорю Такой красный нос Вот И Такую группу 15-16 человек Я не возила никогда То есть моменты вот эти есть За экскурсии Как я говорила Нас вернули За один день И за одного человека Который не приехал Девочки Муж не смог поехать Вот И два дня у нас Полностью пропали Это по деньгам 82 тысячи То есть они у нас Ну нисколько там За сумму не вернули Попытались мы Ну как бы так Да Поговорить по этому поводу Пошли Горячие восточные эмоции Пс Чуть ли не с проклятиями Решили оставить как есть Потому что Ну не знаю Мне прям такое Неприятное Осадок осталось По этому поводу Поэтому ребят Если я для себя пришла Например к выводу такому Если мы будем Ну еще раз Большой командой Куда-то ехать В другой город Либо эти Тем более Другие менталитеты И так далее То это договор Раз И оплата по дням То есть один день оплатили Работа выполнена День в день оплачен Никаких полных оплат Потому что может получиться так Вы оплатили Вам не понравилось Как это сделано Тоже как не понравилось Например нам Автобус С полуздохшим кондиционером С развалившимися задними сидениями Это неудобно Вперед еще более-менее Но нет То есть И грязновато Ну скажем так Не те деньги Которые мы за это отдали Потому что за 5 дней экскурсии У нас получилось За 16 человек 225 тысяч По 2 800 тысяч Человека за день Такие вот моменты Ну Что есть, то есть Это опыт Как говорит наш Один из старших наставников А упал на педагог по образованию И по призванию Не через учение Так через мучение Не захотели через учение Получили через мучение Это такой Философский Небольшой вывод Ну конечно Итог По Дагестану Я наверное скажу Когда мы уже приедем домой Объезжать мы планируем 24 июня И мы поедем еще С остановкой В Волгограде То есть Один день будет В Волгограде Мы очень хотим посмотреть Майк Курган Родину мать И тем более У ребят У Ирины Саши У Ирины Бабушка Там воевала То есть Именно Отставила этот город В войсках регулярной армии Такое Скажем так Семейное дело То есть Съездить Попасть туда Вот такие у нас Новости Сегодня море Очень бурно Прям волны дикие Вчера жаль Что я не взяла Экшн камеру Чтобы вам показать Дети у нас вчера Три часа Просто катались По волнам В принципе Каспийское море Более песчаное Поэтому оно такое Более мутное Чем например Черное море Но оно более теплое С детьми Очень много Приезжих Просто бешеное количество И очень много Малышей Вот И кстати Мы вчера Даже по рекомендации Нашли хороший сушибар Нам вот туда Привезли роллки Потому что Дети уже отказывались Есть местную еду Категорически Ну отдых Да Тоже хочется Чего-то Другого немножко В принципе Все хорошо То есть Никак похуже Не стало О Саша Ты попал В облог Сейчас я вам покажу Каспийское море Мы на центральном пляже Города Каспийска Сегодня очень Очень Ветрено Шторм Ну так Классно Поворачивайся Холос Маришаня Чего купаться не идешь? Полная Да ладно Бздишь? Да Уральские барышни Бздят Нет Я сейчас Расстроюсь И А что Расстроишься? Настроюсь А Ладно Настраивайся А наши гуси В количестве Трех штук Пошли плавать Мелкий Средний И совсем большой Трех Водо прохладит мальчик в водичку хоть штаны подтяни штаны подтяни вот так юрьевич купается раз в год клево и а и и Когда муж в воду не лезет, за контентом иду я. А, почему? Я не могу успокоиться. Я сейчас вам такое покажу. Дима, ты опсикался. Владой покакал, наверное. Что ты делал? Ты что делал-то? Фотографировал. Жену, да? А то она пошла и все. Утоп. Пойдешь погуляешь вон туда на камушке? Вон туда прогуляешься с камерой? Вот так показать? Мне надо сфотографировать. Почему? Кого-то. Зачем? Ну, показать себе вид. Ну, пошли. Вот как-то, знаете, интересно. Если Диму с собой берешь, получается прикольно и весело. Если мы едем без Димы, то мы просто упаемся и так... Дима, пусть Ира не ловит его, Христа ради. Там еще Сибирска. Там что, туалет надо закрыть? Давай. Ты будешь? Нет. Ну, капельку. А стакан у нас? Как раз полюдим. Все с стаканами. Мы с твоими пришли. Ты из бутылки. Пошли. Будем звезду обравать. Немножечко. Хоть чуть-чуть. Сначала. Сначала у нас промо. Обычно эта промо включается в цицпук в чате. А так как этот чат приехал сам, да, ногами и руками, то... Юля. Бабосики, лавандосики. Вот это уходит в Екатеринбург. Вот так вот. Покажи, человек приехал на отдых. И он еще получил деньги за отдых. А это уходит в Тюмень. А что это такое? Это вот таких вот 30 коробочек. Продал? Денег получил от компании. От наставника денег получил. Ира! 60 фигах, ну даже больше. Так. Спасибо. А Светке что? Все в дом? А? А Светке что? А? А Светку у нас еще не продает по 30. Смотри что? Да. Учимся? А Светке смена выделяет. Света выделяет тебе. Так, а теперь ты. Ну выпить за это потом. Нет, давай потом. Давайте выпить. Давайте выпить. Давайте выпить. Пейте. Начинай. Бутылка зонская. Не, оставь там этот, чтоб пробка это не будет. Ну ладно, наливать возьму. Мне снимать? Давай. Почему мы решили все-таки Дагестан? Ну вот так. Все до сих пор уже, не знаю, а почему именно. Могли просто и поехать в Витязево, в Анапу, Крым, ну Кипр, не знаю там какими дворами пройдете. Все скрывается в одной единственной и правильной вещи, которую я вам сейчас подарю и впоследствии рекомендую отнестись к этому серьезно, так как эта вещь работает. Это, например, вы понимаете, так объяснить. Это же самое как машина, но без бензина она не поедет. Я вам подарю машину, образ говоря, но бензин это ваша энергия, которую должны вложить в этот предмет, который я подарил. Соответственно, этот предмет только настоящий продается только тут, в Дагестане. Поэтому надо было ехать только в Дагестан. Да. Ну, сошлись много звезд и подписчица с YouTube порекомендовала посидеть. И я уже заранее думал об этом, так как читал информацию по этой штуке. А плюс кто-то хотел в горы, кто-то хотел на море, кто-то вкусно пожирает. Да, и вот с каждой из мероприятий ничего сошлось в одном. А приехали мы сюда из-за того, что я вам и вашим семьям подарю рог изобилия. Рог изобилия, Вау, ну подожди, Вау. Ты выкидываешь эти рог изобилия? Рог изобилия. Ну понятно, что я. Не я, не ты. Это очень плохо. Это вещь очень сакральная, так как из рог изобилия люди из покорных веков еще не только горцы пили, а и скандинавы, германцы и прочие народности. Почему рог изобилия? Не знаю. Не знаю. Рассказывай. Может покажешь? Покажешь. А виноты головные какие? Тоже. Видите? Раздавай. Вот. Это ваши. Только далеко не уходите. По одному рогу на семью. Да. Ты расскажи еще какие они? Из чего и что там? Это специальные, настоящие рога. Питьевые. Из них пить обязательно, можно пить. Вот тут агаты. Нужно пить. Да, нужно пить. Агаты? Да, вот это черные агаты и ручка у него агатовая. Чтобы рог изобилия включить, процесс рог изобилия из покона веков. Изначально дарится сам предмет рог. Он из натурального, он из быка. Из рога быка сделаны. Чтобы включить процесс рог изобилия, который вам будут в семью. Как из рога изобилия все лица. Который в семью вам принесет благополучие и достаток. Вы не станете олигархами в семье, но кому-то принесет душевное равновесие, кому-то семейное счастье. Тут не надо ждать, что вы сейчас повесите на стену и оно вам, сидя на диване, будет приносить то, что вы захочете. Нужно к этому принести небольшое усилие. Чтобы вы были как в тандеме, как рог и человек, соединившись в плюс и минус, создать что-то третье. Так оно работает. А чтобы это было...